друзья всем привет сегодня видео не от горе охотника от горе обзорщика сегодня будем сравнивать 22 разных оружия мр-27 в калибре 20 и из 43 в калибре 12 прежде чем доставать мою фотографию срать на нее сразу говорю что мы сейчас не сравниваем два разных калибра типа какой калибр круче а будем сравнить просто два разных образца оружия не в зависимости от калибра длины ствола там и так далее там навески пороха там производители патронов ну и так далее вся подробная информация будет внизу ролика в описании длины ствола чок получок 089 сужение там и так далее вот поэтому сейчас разглагольствовать сильно не буду все можно будет посмотреть в описании друзья и главные характеристики которые мы будем проверять это площадь особи дроби насколько количество дробинок влияет на площадь попробуем выяснить это все эмпирическим математическим путем так сказать единичка фетр 20 на 70 так первый у нас испытуемый 20 калибр мр-27 так считаем патроны скм однерка 32 грамма навеска контейнер в контейнере надеюсь он не даст так друзья рассказываю комментирую в общем сперва мы стреляли 20 калибром 20 калибр 24 грамма навеска единичка из 65 дробинок по таблице попала 65 стопроцентное попадание 12 калибр 12 калибр навеска 32 грамма стреляли единичкой из 85 попала 67 и того 77 процентов попадания сейчас сделаем для точности еще один такой стенд так попытка номер два 12 калибр скм единичка контейнере навеска 32 грамма правым стволом стреляем ребят короче стрельнул то ли я стволом вильнул то ли еще чего все ушло влево и короче правая сторона от центра вообще пустая хрен знает что такое сейчас буду перестреливать новый лисочек повесим попытка номер для меня уже номер три скм единичка навеска 32 грамма в контейнере стреляем правым из правого ствола фетро единичка единичка 20 на 70 20 калибр так товарищи попытка номер два в общем 12 калибр скм однерка из 85 попали 66 дробины итого 76 процентов попадания 20 калибр 24 грамма навеска фетр единичка из 65 61 попал итого 94 процента попадания так друзья ну получоки мы проверили вы сами все видели сейчас будем проверять на стволах сужением чок также будем единичкой теми же самыми патронами но с другим сужением и будем сравнить посмотрим единичка 20 на 70 24 грамма фетр ослал 089 сужение расстояние то же самое патроны скм единичка в контейнере навеска 32 грамма стреляю с левого ствола сужение чок друзья в общем сужением чок и 089 12 калибр показал стабильную особь ну такая хорошая а 20 калибр немного кривенько получилось сейчас будем перестреливать еще один выстрел 20 калибром тем же патроном делать и смотреть то ли это славка дернул при выстреле либо это что-то не то там со стволом с патронами еще что то вот посмотрим единичка 20 калибр 20 на 70 24 грамма фетр перестреливаем 089 перестреливаем из 089 потому что осыпь была неравномерная завысил это явно но осыпь поравномернее да такая но по крайней мере без кусков хотя в едином целом единый этой идёт завысил завысил зато гляди прям чётко попал центр на этом целился одной дробинкой но не буду я считать мы считать бессмысленно просто чисто проверил осыпь ровная значит первый выстрел был криво исполнен так друзья в общем экс эксперимент с осыпью закончен сейчас будем стрелять по моей балде в смысле не по моей балде по балде который я приготовил из замазки с ней уже знакомы по видео про пистолет вот сейчас будем по ней проверять импульс боеприпасы будет интересно патроны рекорд стрела пулевой 33 грамма стреляем по балде надеюсь надеюсь попаду без упор и так друзья смотрите выстрел прошелся прям черкачом черканул балду и улетел выше сейчас попытка номер два буду стрелять чуть ниже цель из вот сюда вот тогда возможно попаду попытка номер два патрон тот же самый правого слова целью чуть ниже чем раньше так друзья такого эффекта я не ожидал я думал все таки это хрень не расколется балда не расколется пуля завязнет в ней но как практика показала все получилось наоборот притом пуля не дошла до фона осталась где-то в одном из кусков ну короче говоря эксперимент не удался с балдой балда погибла и геройской смертью и сейчас мы просто будем по всякой хрени стрелять и славкина очередь 20 калибра стрельнуть по строительной каске 05 сужение 20 так друзья на каске не особо видно и не особо эффектно получается поэтому мы решили кусок балды положить на каску кусок балды на каску и славка будет попадать в кусок балды так пуля вся та же 20 калибр стреляем по балде стоящий на белой каске вот друзья видите вот такой ракурс вот так вот пуля прошла прям чуть-чуть не задев балду левее выше вот такая фигня так но вот и закончили мы испытание 20 12 калибров осталось только замерить радиус попадания в общем меряю меряю от самый крайний до самый крайний и выбрасываю попадание которые 10 и больше сантиметров от основной кучи меряем 20 калибр 1 это первый лист первый лист 0505 получок 67 67 67 на 67 на 67 на 60 следующие 12 калибр 62 62 на 70 но мы сейчас меряем конкретно кучу которая уместилась в лист а1 то есть у 12 калибра еще по низу прошло куча немного больше вот а так в целом по первому листу результаты вот такие выстрелы номер два сперва меряем 20 калибр 64 на 56 64 на 56 меряем 12 калибр 70 70 на 56 лис номер три сужение чок и сужение 089 для 20 калибра сперва измеряем 20 калибр 59 59 на 59 59 на 50 12 калибр меряем 71 на 71 на 57 вот и все вот на этом точно все вот такое видео у нас друзья получилось немного получилось сумбурно но какой уж есть поэтому смотрим оставляем комментарии подписываемся и ставим лайки всем пока